Демьяк, это замечательное, элементарное, амбоническое, амбоническое канадское происхождение, которое вошло в историю. Глубаризма тем, что резко сдвинуло фокус планировочных задач, профессиональных задач в отношении города с, собственно, застройки, с инвентарной инфраструктурой людей. У нее было много интересных книг. Одна из них хорошо известна тем, кто занимается городами. Называется она «Смерть и жизнь больших американских городов». Именно в такой последовательности «Смерть и жизнь», в которой в этой книге она фактически создает манифест городскому сообществу как, собственно, кредесенции города, а не только застройки. В Нью-Йорке, в котором она прожила большую часть своей жизни и проработала там, был такой замечательный человек, очень известный, родник Молдус, который, собственно, отвечал за развитие транспортной системы, системы парков города. И фактически он создал Нью-Йорк в том виде, в котором он сейчас существует. Огромные мосты, которые вам хорошо известны, ну, не те, которые построены в 19 веке, а он жил в середине 20 века. Это туннели, дороги, хайвей и так далее. Человек был мощнейший, очень интересный сделал для города. Колоссальное совершенно дело. И тем не менее, вот эта вот тенденция, которая постепенно набирала обороты, она начинала полностью уничтожать вот это вот городское сообщество, которое вынуждено было мириться с тем, что по каким-то кварталам исторически осознанным, исторически признанным, по живым кварталам проходили какие-то планы крупных дорог, мостов. И вот одна из самых известных площадей Нью-Йорка, Вашингтон-Сквер, попала в такой вот проект строительства, выхода большого туннеля. И Джейн Джекобс организовала городское сообщество и фактически победила вот этого Роберта Мозеса на городских слушаниях. Это был выженный процесс, была целая серия таких очень цивилизованных профессиональных выступлений, общественных выступлений. И так иначе сдвинула вот этот вот фокус городского развития с застройки на сообщество. И мы вот себя называем цифровая Джейн Джекобс, поскольку мы анализируем спонтанные данные, которые генерируются людьми. И мы эти данные как бы с вами сами генерируем, но их толком не видим, практически не понимаем, что огромное количество информации находится в наших руках. Какие это данные? Это данные, прежде всего, краудсорсинговые, которые производятся собственно людьми. Вы пропишите посты в социальных сетях, виты. И они создают целый поток очень интересной семантической смысловой информации, которую можно проанализировать, в том числе и в отношении конкретных мест в городе, конкретных проблем в городе. И это тем, чем мы занимаемся. Второе, естественно, у каждого возможно, ну если не у каждого, то у очень многих есть мобильные телефоны, которые генерируют просто сигналы, даже будучи невостребованными как устройства для переговоров, они просто включены. И тем самым нагрузка на сеть, которая устанавливается мобильными операторами, показывает соответственно местонахождение вот этого сигнала и дает возможность проанализировать мобильные, структуру мобильности населения. Вот, собственно, я вам покажу этот проект, который мы сделаем в Москве чуть позже. И делать различные выводы. Есть еще много различных видов информации, которые мы не видим и которые, тем не менее, для нас представляют огромный интерес. Это, например, транзакции по банковским карточкам, да, в конкретных местах. Весь эквайринг, там, банкоматы, терминалы и так далее содержит в себе классальную информацию о том, где находятся люди, какие у них интересы коммерческие, потребительские. И вообще, как бы, дают возможность нам сформулировать концепцию оценки потребительского поведения человека в городе. Есть открытые данные в огромном количестве, это данные правительств городов, регионов, стран, которые также представляют, они видимы, мы их видим как открытую систему, но так или иначе, для того, чтобы понять, каким образом мы можем их использовать, как правило, если это данные большие, как называемые, да, если огромное количество и они идут еще в системе реального времени, то тогда единственный способ их понять, единственный способ проанализировать их, по всей видимости, один из немногих, если не единственный, это визуализация. И, собственно, наша компания как раз и занимается тем, что мы попытаемся визуализировать эти данные аналитическим образом так, чтобы они были понятны и пригодились для принятия решений, прежде всего, для городских партнеровщиков, для городских властей, для региональных властей, может быть, даже для властей страны. И в каждом конкретном случае задачи могут быть разные, от мониторинга транспортных сетей до мониторинга поведения людей в период стихийных бедствий, или же просто анализ потребительского поведения, или же платформа для определенного сообщества, которое настраивает само себя в соответствии с теми данными, которые мы получаем. Такого рода работ в визуализации из фонтанных данных довольно много. В мире уже ими занимаются многие научные лаборатории, исследовательские лаборатории в США, в Европе, в Азии. Вот здесь несколько примеров приведено работ, которые делают компании, исследовательские центры, такие как MIT Sensible City Lab, это Массажирский технологический институт, лаборатория, которая была создана таким исследователем, как Карл Ратти. Это научные лаборатории, они не ставят никакие коммерческие цены перед собой, в основном экспериментируют с данными вот спонтанного такого типа, мобильные телефоны, какие-то мегапочки и так далее. В основном речь идет именно о том, чтобы их показать, но не проанализировать. Есть данные, которые производятся, проекты, которые исполняет такая лаборатория, как UCL-CASA, она находится в Лондоне, они занимаются различными визуализациями, в частности, изучением того, каким образом проходят использование велосипедных маршрутов в городе, и вот самонастройки вот этого велосипедного движения для того, чтобы спланировать затем саму сеть. Есть несколько проектов, которые вот внизу справа это проект по тому, как реагировало население Токио на землетрясение. Внизу слева это проект по такси, который делал ХАД, это университет Нью-Йорка. То есть в данном случае мы видим, что и твиты, и мобильный сигнал мобильных телефонов, и какие-то сенсоры, которые прикреплены, например, к велосипедам, да, они используются для того, чтобы лучше понять внутреннюю структуру города в тех или иных ситуациях. Наша задача состоит чуть больше. Мы пытаемся не просто придумать визуализацию и увидеть это, но и каким-то образом объяснить и дать определенный аналитический инструмент для того, чтобы принимать решения по либо планировке города, либо гражданам принимать решения по поводу того, каким образом используют те или иные городские ресурсы. Основной принцип, у нас есть несколько принципов, которые мы закладываем в наш анализ. Первый принцип – это пространственно-временной, мы его назвали хроноток по-гречески. Здесь основная идея состоит в том, что город – это не состояние, а процесс. Мобильность городская, мобильность не только населения внутри города, не только передвижения, а мобильность городских ценностей в том числе, чрезвычайно высока, и поэтому мы не можем изучать город как срез в пределах какого-то конкретного времени. Мы должны смотреть на него как на процесс и устраивать пространственно-временные характеристики. Здесь я вам должен сказать, сделать некоторое оступление и рассказать несколько историй, касающихся недавних исследований наших европейских коллег. Был такой и есть Джефф Мулкан. Он раньше работал советником Тони Блэр, премьер-министром и он проводил исследование по бюджету времени в горожан в крупных городах Европы и обнаружил, что примерно 50% горожан в крупных городах Европы имеют много свободного времени по этой социальной опросе. И 30% от всех проживающих в крупных городах Европы имеют много свободного времени и достаточно денег, как они страдают. Таким образом, первое, что приходит здесь в голову, это то, что если с 50-х годов прошлого лета, 20-го лета, 70-х годов, 80-х годов, города воспринимались как такие машины по поездке на работу, то есть город в основном был местный, где люди работали и жили, и собственно основной бюджет времени, которым они располагали, он в общем-то предназначался исключительно вот этому рабочему графику. И собственно остальные задачи, которые население решало в выходные дни, они действительно концентрировались в основном на выходные дни, а в целом в рабочие дни, пять дней в неделю уж как минимум город представлял собой машину по доставке людей на работу и с работы. и сейчас в условиях того, что значительная часть населения работает из дома, значительная часть населения работает в европейских городах и работает время от времени, возникает очень интересный сюжет, когда собственно вся вот эта городская инфраструктура, которая была предназначена для того, чтобы обслуживать майки и водовые поездки, она вдруг начинает погрещать по швам, потому что люди со свободным бюджетным именем начинают использовать городское пространство совершенно так, как им хочется. Они в основном его используют в вечерние часы, они хаотично перемещаются, вся система общественного транспорта начинает из-за этого испытывать в одном месте перегрузки, в другом месте недогрузки. То есть вот это хаотическое свободное движение свободных горожан, которых становится все больше и больше и больше, превращает задачу городского планировщика в, в общем-то, настоящий вызов. И это действительно подтверждается многими факторами, причем в одном случае, в конце, если мы посмотрим, спектра благосостояния граждан, да, там, по-моему, Европа это очень высокое благосостояние, там речь идет о том, что в основном свободные люди обладают действительно свободным бюджетным временем, и люди обладают большим количеством средств и так далее. Это, в основном, сдвиг в сторону таких рекреационных активностей. Но если мы посмотрим на развивающиеся страны, на Индию, на Африку, то мы увидим, что огромное количество людей, которые в данном случае обладают огромным бюджетным свободным временем, но очень небольшими средствами, это другая часть спектра, но примерно та же самая нагрузка на инфраструктуру. Люди не имеют постоянной работы, некоторые из них безработные, но, так или иначе, они вынуждены использовать город и используют в определенное время, тогда, когда им нужно, и это не подчиняется общим правилам вот этой машины поездок на работу и сработать. Вот, собственно, как говорят профессионалы архитектора, есть противоречия между хардом и софтом, между застроенным пространством инженерной инфраструктуры и вот этим мобильным городским сообществом, которое по разным родам причинам движется в совершенно своем направлении и предъявляет абсолютно другой вопрос к городу. Архитектор, вот мы как раз вчера говорили с одним из руководителем высших урбанистики в Москве, Александром Архитовичем Высаковским и вот его концепцией, он вообще считает, что поездка на работу и сработали – это не город, да, то есть город начинается там, где заканчивается вот эта поездка, поскольку она, город как-то толком и не использует, да, человек живет в каком-то месте, человек работает в каком-то месте и волшебным прыжком перемещается, да, это очень важная инфраструктура, ее необходимо обеспечивать, но, собственно, использование городской среды начинается за пределами вот этого всего, да, за пределами этого бюджета времени. И это, конечно, немножко экстремальная такая концепция, и тем не менее она имеет право на существование и действительно все больше и больше спрос предъявляется к общественным пространствам, к там, к рекреационным пространствам в городе, где человек действительно может использовать его как реальную среду. Таким образом вот эта вот одна точка зрения. Вторая точка зрения представлена французскими социологами, которые изучают сферу недвижимости, и они посчитали, что во Франции, правда, примерно 12% жизни человек тратит на, собственно, деятельность, связанную с работой. И 88% на деятельность, которая с работой не связана. И, конечно, сюда входит и сон, и еда там и так далее, и все это откалибровано на демографическую структуру. Понятно, что дети не работают, и их время тоже включено в этот расчет, и тем не менее реактива абсолютно сногсшибательная. То есть 12% времени население концентрируется на работе и 88% нет. Для города это, для городского планировщика, для городской власти это колоссальный вызов, потому что, опять же, идеология это совсем другая. И таким вот образом, если посмотреть на те места, которые предназначены для жизни и для работы, то мы обнаружим, что по-другому эти места в городе использовать нельзя. И фактически примерно 60% времени в городское пространство не используется вообще. Оно либо частное, живое, либо оно рабочее, там, где люди проводят время какое-то ограниченное число в часов. И если мы посмотрим на количество зданий и сооружений, которые обслуживают эти функции, то мы видим, что их большинство. И, собственно, общественных пространств достаточно немного. И это некоторая проблема. И при том, что города начинают разрастаться в ши, а это влечет за собой масса транзакционных издеток, возникает идея, что, может быть, имеет смысл проанализировать пространственно-временные возможности города и использовать те или иные места для тех или иных функций как бы вторично. И, собственно, вот эта вот концепция хронотопа пространственно-временного анализа, она и поддерживает вот эту вот идею о том, что нам нужно найти ресурсы временные таким образом, чтобы время работало на дополнительное использование пространства, что в одной из двух пространств может быть использовано в разное время для разных функций, если они совмещаются. Второй принцип – это наложение данных. Когда мы имеем дело с сигналом мобильных телефонов, мы понимаем огромную колоссальную информационную емкость, которая дает нам этот датасет, но если мы его сочетаем, например, с данными семантического анализа, с потоком, который мы извлекаем из социальных сетей или еще с датасетом, который мы извлекаем из данных из транзакций по, например, кредитам и детям и карточкам, то корреляция вот этих вот данных дает нам огромное количество интересных обобщений. Причем корреляция здесь не может быть чисто количественной, потому что как можно прокоррелировать семантический поток с чисто количественными данными по перемещению. В этом, собственно, есть смысл платформы, о которой я сейчас буду говорить чуть позже. И, наконец, последний, третий принцип – это диалог с данными. Мы считаем, что поскольку эти данные генерируются в реальном времени, они визуализируются, как мы, собственно, всю нашу систему платформы для этого и придумали, то те, кто их использует, будь то простые горожане или городские власти, должны иметь возможность диалога с данными. Я вот сейчас на этой системе постараюсь показать, ну, вот элементарные принципы этой диалоги. Пилотный проект, который мы делали для того, чтобы создать прототип системы, работающей со спонтанными данными, он был продемонстрирован в декабре прошлого года на Московском международном органистическом форме. Над ним работало сразу несколько компаний. Ну, к кабидатам мы делали у этого проекта основным и к менеджерам. С нами в партнерстве работает очень интересная компания, называется она «Матрешка». Матрешка от слова «математика» и «Матрешка». Это группа очень талантливых людей, которые занимаются арт-дизайном и аналитическим арт-дизайном, я бы сказал, которые, собственно, являются авторами системы визуализации, Вадим Смахтин и Гуард Хайм. И наши основные партнеры, мы, собственно, все наши проекты делаем именно с ними. В пилотном проекте также участвовали другие компании, например, компания «Мегафон». Она нам предоставляла сервис по данным мобильных телефонов, которые мы затем использовали в визуализации. И также участвовали эксперты фонда институт экономики города, компания «Томсон Рейтер», затем «Стрелки» и эксперты самого Московского унистического форума, а группа, которая занималась исследованием вот этого периферийного московского пространства между Третьим Московским кольцом и МКАДом, окружной дорогой, там, где, собственно, живет основная часть населения, называется «Московская периферия». Мы между собой называли его «Бубликом». Вот эта вот группа, ей руководил проект «Меганом», это архитектурное бюро. И сам проект назывался «Археология периферии». Результаты исследований по этому проекту можно найти на сайте Московского унистического форума. Там есть все статьи, огромные произведения, которые, часть статей посвящена собственным данным, над которыми работал Хабидатом и его партнеры. Здесь также есть ссылки, я оставлю эту презентацию, на видеоматериалы, а сейчас я попытаюсь вам эти видеоматериалы продемонстрировать самостоятельно на модельной панели. Я не знаю, насколько это видно или нет, но, тем не менее, здесь представлена Москва и вот это МКАД, вот это вот третье кольцо и окружение этой части Московской области, Московская глумерация. Три с половиной миллиона сигналов от обедных телефонов, от легофонов с утра с 6 утра до 12 дня. Мы сняли только, собственно, именно этот отрезок времени, потому что это действительно большие данные. Для выставки, которую мы делали на Московском международном форуме, оперативная память, которая нужна была для обработки этой информации, весила реально 55 килограммов. Мы потом ее снизили с помощью различных способов до 33. Сейчас это просто презентационная модель, которая позволяет еще более снизить объем этой памяти, но, тем не менее, на большее количество уже требуется реальный сервер. А если говорить о реальном времени и о работе с этими данными ежедневно, то это, конечно, дата центра — это терабайты, десятки терабайтов данных, которые необходимы для того, чтобы получить такую модель. Собственно, здесь есть разные режимы, и мы разделили на зоны вот эту территорию, и мы можем таким образом посмотреть, например, если мы хотим посмотреть в утренние часы, какое количество людей перемещается из центра, например, на периферию Москвы. Это вот примерно такое, не очень большое. И мы хотим сравнить его с количеством людей, которые перемещаются, наоборот, из периферии в центр. Таким образом у нас получается вот эта вот картина. В основном, видите, голубое облако, потому что количество людей, которые перемещаются из периферии в центр, гораздо больше. Но уже под конец этого часа начинаются совершенно другие тенденции, обратные, центробежные. Здесь есть режим точки, то есть когда мы можем следить за этими паттернами, да, есть режим линии. Вот, например, мы можем выстроить это в режиме линии и посмотреть, какие узлы возникают в результате движений на тот или иной час. Мы можем раздвинуть его на какой-то период более глубокий или отнести назад, сократить до начала. То есть в данном случае мы видим, что мы можем это разными способами измерять и таким образом осуществлять диалог. В линиях речь идет о воздушных перемещениях, то есть об идеальных отначальных движениях.